Это в продолжение нашей серии про курятник, как это ни странно, но я хвалю, реально хвалю нашу Государственную Думу. Вот значит проект закона 762.602-7, мы его вставим в ролик. В этом законе написано, что на земле крестьянско-фербургских хозяйств все разрешено строить жилье. То есть тем самым все ругают, думают, депутатов, Терешковы все ругают, но я вижу, что люди думают, и думают люди за страну. И что делать после пандемии? Да, после пандемии мы должны быстро развить сельское хозяйство в радиусе 70 километров от крупных городов. Потому что люди наверху понимают, что все, глобальный мир закончился, закончились какие-то глобальные поставки, закончились сети, но они себя исчерпали. Как любая экономика, я хочу привести такой небольшой пример. Вот строили пирамиды египетские. Почему их строили? Да потому что изобрели пиво. И рисовое пиво, и народ резко повалил на строительство пирамид. Ну а почему Римская империя вдруг стали строить? Да потому что изобрели вино. И тоже все поехало. Хорошо. Я живу в городе Екатеринбурге, у нас был такой товарищ Демидов. Ну что царь Петр-то ему что разрешил? Он ему разрешил продавать соль, и все питейные заведения были государями. И народ резко повалил на заводы. Откуда я это знаю? У меня вот такая наследственность очень хорошая. У меня оба деда прошли войну. Один в пехоте, его там ранили, несколько раз чуть не убили, но вот он приехал, что-то мне рассказал. А другой дед всю войну там на мясокомбинате провел. Его пытались расстрелять, но Сталин сказал нет. Если человек умеет делать тушенку, все. А дед мне рассказывал, а кто делал тушенку на наших заводах? Да пленные эсэсовцы, потому что вот они могли как-то с техникой работать, а пока не было пленных эсэсовцев, в этой тушенке было все что угодно, кроме мяса. Поэтому так немножко похохатываю, и я от этих дедов, оказывается, узнал, что вот заводы строились вот так. Хочешь бухать? Все на завод. И все выстроились и пошли. Ладно, до свидания, до следующих встреч. Продолжение следует...